Минувший вторник в Электрогорском доме молодежи прошла встреча инспектора по делам несовершеннолетних с молодым поколением. С ребятами провели профилактическую беседу о вреде злоупотребления наркотиками, алкоголем и что делать в случае столкновения с людьми в нетрезвом состоянии. В рамках проведения антинаркотического месячника меня пригласили для проведения профилактической беседы с несовершеннолетними в доме молодежи городского округа Электрогорска. В данной лекции я рассказывала детям о административной уголовной ответственности за потребление и хранение наркотических средств, психотропных веществ и иных запрещенных веществ. Также затронула иные темы, связанные с потреблением алкогольной продукции, курением табака. А для чего нужны такие мероприятия? Конечно же, они нужны и проводятся они ежемесячно в образовательных учреждениях, например, в Доме культуры, в ходе различных оперативно-правилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений совершеннолетних, чтобы они знали, что есть ответственность за разные виды правонарушений, чтобы не допускали совершения таких правонарушений. Какая ответственность есть? Инспектор ответила на все интересующие вопросы ребят. Каждый узнал о том, какой непоправимый вред зависимость наносит здоровью, жизни и здравому мышлению человека. Что делать, например, если человек, ну или в алкогольном оптимении, или, например, просто какой-нибудь преступник, который также человека мог поздно вечером поговорить? Какие есть способы самообороны? Что делать в таком случае, если ты понимаешь, что сейчас на тебя будет западать? У нас спиртовый газ, баллон с спиртовым газом продается, можно его приобрести. Даже есть такой специальный перцовый баллон, который от губы, от кубы и собак. Пожалуйста, при себе имейте такого человека. Если вы действительно считаете опасность для вас, конечно же, вы можете воспользоваться данным веществом. Хоть такие беседы проводятся на регулярной основе, очень важно всегда помнить о том, как нужно соблюдать здоровый образ жизни и не идти на поводу у современной популяризации употребления вредных веществ. Главные слушатели поделились своими впечатлениями. Я сегодня узнала, на самом деле, достаточно много всего того, что меня до этого очень сильно мучило. Например, те же вопросы по поводу самообороны, когда человек в состоянии алкогольного опьянения, либо же обычный преступник. Например, когда ты гуляешь поздно вечером, уже собираешься возвращаться домой, и вдруг на тебя нападают. Как при этом надо обороняться и как при этом не переборщить самообороной? Потому что, как я узнала из сегодняшней беседы, при преувеличении самообороны ты также можешь быть привлечен к уголовной или административной ответственности. Обороняться можно с помощью того же перцового баллончика, стараться как можно меньше использовать острых предметов, потому что в панике ты не поймешь, куда ты попадешь, и может обернуться довольно серьезными последствиями это дело. Ну а познавательно очень интересно. Хотелось бы чаще такие лекции слышать? На самом деле да. Я думаю, что подросткам особенно надо слушать лекции по поводу наркотиков, алкоголя, курения, потому что в 21 веке это довольно часто можно встретить даже на улице. Мне очень понравилась данная лекция, потому что в нашем 21 веке это очень заезженная тема, и это очень полезно узнать ребятам нашего возраста, потому что часто встречаю каких-то своих знакомых, которые с этим борются. И это узнать очень полезно и, может быть, как-то помочь своим знакомым и близким. Какой вопрос показался самым интересным? Ну, самым интересным мне показался вопрос про действия, когда ты находишься рядом с человеком в алкогольном или наркотическом опьянении. Ну, а что нового для себя узнали? То, что нужно быть внимательным и носить персовый баллон. Главное, чтобы наши дети выросли здоровыми, осознанными и не делали глупых ошибок. И все вместе, скажем, нет наркотикам. Продолжение следует... Продолжение следует...